Дай почитать. Книга адаптирована для российского читателя. Идут врезки, объясняющие или подсказывающие действия нашим гражданам. Лучшей аннотацией книги стало высказывание врача-эндокринолога с 30-летним стажем, вынесенное на обложку. «Благополучная старость без стыда и страха, наполненная заботой и любовью, не миф. В этой книге шаг за шагом показано, как уберечь дорогих нам людей от проблем, сопутствующих естественному угасанию организма. Мне нужна эта книга. Однажды она станет нужна и моим детям». Вирджиния Моррис столкнулась с ситуацией, когда ее горячо любимая мать стала меняться до неузнаваемости. Она погрузилась в рутинную повседневную повинность следить, усмирять боль, оплачивать счета, водить к врачам свою престарелую мать. Из ее опыта, дочернего и профессионального, и появилась эта книга. Некоторые страницы, в которой читать больно и горько. Мы ведь не очень любим думать о грядущих проблемах, и большинство из нас и не представляет, каково это – оказывать попечения родителям. А зря. В книге всего 14 глав, среди которых «Ваши родители и вы», «Повседневная жизнь», «Телесное несовершенство», «Приближение финала», «Будущее». Автор вначале дает 10 советов, которые могут спасти вам жизнь. Перечисляет и признаки того, что вашему близкому нужна помощь. Советует, как выстроить разговор с родителями. Четко говорит о том, чего не надо делать. Не принимать решения за него. Не приезжать с бумагами. Не вести себя с ним, как с ребенком или с идиотом. Не разговаривать об этом за праздничным столом. И главное – не давать обещаний, даже если вы искренне верите, что никогда в жизни не отправите родителя в дом престарелых. Вы просто не знаете, что будет дальше, как с ним, так и с вами. Книга Вирджинии Моррис правдива и беспощадна. Вплоть до последнего фрагмента. Планирование своего ухода. 16+. Это и многие другие книги. Вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенское 65, Ленина 103А, Луганское 53 и Волково 6А. До новых встреч! Дай почитать!